Добрый день, дорогие мои! Вы на канале «Приют Ангелов», с Вами Народный Батюшка. Мир и благословление Вам от Пресвятой Троицы! Сегодня праздник Казанской иконы Божьей Матери. Я его очень люблю, потому что люблю и эту икону. Не только потому, что эта икона, можно так сказать, была наша домашняя, почему-то у мамы всё время Казанская икона имела особые значения, но и потому, что изучая различные иконы и явления их, я убедился, что Казанская икона играла большой роль в России. Хотя у нас есть и другие иконы, и тоже любимые, та же Владимирская икона Божьей Матери, Влахенская. Но Казанская, она имеет некую достаточно интересную и мистическую историю. Ну а мне она близка тем, что вот здесь когда-то прошла делегация, которая просила Дмитрия Михайловича Пожарского еще раз возглавить уже Нижегородское восстание, поход на Москву для освобождения от поляков. И они пришли со списком иконы Казанской Божьей Матери. Казанской. Но некоторые утверждают, что это был не список, а это был подлинник, хотя этого практически не могло быть, потому что настоящая Казанская икона Божьей Матери к этому времени из Казани уже была отправлена в Москву. Поэтому для того, чтобы вот маленечко разобраться вам, какая сейчас у нас икона празднуется и какие иконы самые почитаемые Казанские, я бы хотел все-таки вспомнить немножечко историю, потому что она интересна тем, что мы сейчас не очень понимаем, какая икона на самом деле была основная и какую празднуем. Дело в том, что до того, как Казанская икона Божьей Матери вот в таком виде явилась, где Божьей Матери отдельно, младенец отдельно, обычно до этого были иконы, где младенец сидит на руке у Божьей Матери и по-разному они с ним имеют отношение. А Казанская вот она немножечко такая. И такое-то изображение уже на Руси было до того, как появилось оно в Казани. А вот в Казани его чудесное явление действительно сопровождалось неким чудом. Во-первых, потому что явилась Божья Матерь девице, как описано в истории иконы десятилетней, это дочь стрельца из простой, как говорится, семьи, и велела ей обрести, то есть выкопать икону на пожарище. Там дом сгорел, и вот надо было туда прийти и там покопаться и достать эту икону. Поначалу она не сразу это восприняла, что это нужно сделать, но в конечном итоге сказала родителям, и они на это пожарище пошли и обрели икону Казанской Божьей Матери. И сразу начались чудеса. И сразу выглянуло солнце. Вот вам чудо какое. Только что шел дождик. Вот. И эти-то чудеса и зафиксировал митрополит, когда Казанский Гермоген описал. И вот он как раз и объявил, что явилась новая икона чудотворная на Русик. Ее назвали Казанской. Это был 1579, по-моему, год. Или шестой, или девятый. Я вот прямо так сразу на память. Ну, установили празднование 8 июля. Ну, плюс дни, то есть 21 у нас получается, по новому стилю июля. И все бы было неплохо, если бы эту икону не забрали в Москву. Ее отвезли в Москву. Там ее отвезли, там ее поставили в монастырь, там ее, значит, охраняли и сохраняли. Но в Казани якобы утверждали, что в Москву отдали список. Список. Пожарский в 1610 году пошел первый раз с Липуновым. Первый поход на Москву с другом своим. Это было Ярославское, по-моему, ополчение. И оно не достигло успеха. То есть они сумели захватить не Новодевичий. Ну да, Новодевичий монастырь. И все. Дальше их все-таки в боях выбили. Но интересно то, что Липунов-то уже шел тоже с иконой Казанской Божьей Матери. Шел с Казанской иконой Божьей Матери. А Пожарский был ранен и отвезен вот в наше, в свое бывшее владение. Это в Нижний Ландих, Пистяки. И здесь он лечился на Синекских озерах. Вот это озеро, образованное ледником. Они и называются Синекские. Там у Нижнего Ландиха их еще больше, этих Синекских озер. И лечась там, он не собирался идти больше на Москву. Но пришла делегация из Нижнего Новгорода. И говорят, давай пойдем. И вот тебя зовет икона Казанской Божьей Матери. И они оставили эту икону у него здесь, в Нижнем Ландихе. И в Суздале, в монастыре, есть фреска, как это все происходило. А в книге под Дмитрием Пожарского написали, поместили фотографии этой фрески. Вот тут современные, так называемые, писатели. Но не сообщили, что это было в Нижнем Ландихе. Фреску поместили, а не сообщили. Поэтому Пожарский собрался и пошел. В это время, на самом деле, это казаки были Трубецкого, Заруцкого. Они отошли от Москвы. Это вот первый их поход. Отошли от Москвы. Он должен был с ними встречаться. И когда он с ними встретился, то у них тоже была икона Казанской Божьей Матери. Тоже была. Но они частично ушли, то есть не пошли с его ополчением и забрали с собой эту икону. Но Дмитрий Пожарский со своей иконой, списком Казанской иконы Божьей Матери, пришел в Москву. И в данном случае он уже, как помните, осадили Кремль. Кремль был освобожден. Правда, после долгой осады, когда там голод начался и все остальное. В общем, в конечном итоге, наши победили. Был освобожден в том числе из этого Кремля и Михаил Романов, то есть будущий царь. Он там с матерью был, в этой осаде. Но и Дмитрий Пожарский посчитал, что вот две святыни, то есть икона Казанской Божьей Матери, даже три святыни, образ Николая Чудотворца. И у него была еще древняя хорубь. Такая с архангелом Михаилом. Значит, и он посчитал, что они ему и помогли. Николай Чудотворец, вот он вернулся сюда, в нашем храме стоит этот образ Николая Чудотворца, как я считаю, с которым ходил Дмитрий Пожарский, поскольку он в конечном итоге вернулся в Нижний Ландик, и там специально у него церковушка была, я вам показывал. Хорубь находится в Пурихе, наверное, да. То есть тоже место, где считается, что тоже была его вотчина. А икону Казанскую Божьей Матери Дмитрий Пожарский оставил в Москве. Больше того, был построен специальный храм, который сейчас в обнобленном виде на Красной площади находится, но Дмитрий Пожарский построил деревянный храм. Она в деревянный храм была перевезена. И что? В это же время начали появляться такие же иконы в других местах. Поэтому на самом деле у нас сейчас несколько казанских икон Божьей Матери, в том числе в Ярославле есть казанские иконы Божьей Матери. Значит, и что с той-то иконой, которую Дмитрий Пожарский, или с главной иконой, которая еще раньше появилась в Москву. А вот это интересная вещь, что она была очень хорошо украшена, она такая в серебряном с золотом окладе, с камнями и все такое. И в 1904 году ее выкрали. Выкрали. Сняли якобы с нее оклад. Почему и нашли, в общем, воров. Воры там оказался крестьянин с бандой. 27 лет этому крестьянину. И этот крестьянин сжег эту икону. Сжег. То есть было установлено, что ее больше не существует. Но в это же время, как ни странно, чуть позже, проявляется казанская икона Божьей Матери за рубежом. И она попадает к папе Римскому. И возникает опять версия, что вот никто ее не сжег, что ее когда-то вот схоронили, что ее сберегли. И в конечном итоге вот белые мигранты ее туда вывезли. И папе Римскому эта икона пришла. Папа Римский привез эту икону в 2004 году патриарху Алексию. Ну, передал патриарху Алексию. И якобы это казанская икона Божьей Матери. Теперь у нас и находится в казанском храме, что находится на Красной площади. Я вам неоднократно показывал. Действительно, она такая почитаемая, такая, значит, по-настоящему любимая. Я ее очень люблю. Я каждый раз, когда бываю в Москве, обязательно хожу в этот храм и с Божьей Матерью разговариваю. Но есть где-то подлинник или нет, сейчас неизвестно. Потому что та икона, которую передал Папа Римский в Москву, при исследованиях оказалась икона, написанная во второй половине XVIII века. Не XVI века, когда она проявилась в Казани, а все-таки XVIII века. И поэтому сейчас ее... Некоторые говорят, и та, которая сейчас находится в Казанском соборе, на самом деле специально список такой вот сделан, чтобы на всякий случай ее уберечь, если она настоящая действительно находится в вооруженной палате. И поэтому как бы... Ну, в общем, как бы то, что у нас сейчас нет уверенности, что у нас есть тот подлинник, который проявился когда-то в Казани, это точно. Никто не может сказать, есть эта икона украли, сгорела или еще что. Но остался образ. И в чем его определенное, опять же, новшество? А вот в этом, можно так сказать, аскетизме отношения матери и ребенка. Потому что вот русское понятие отношений, оно и было немножечко вот такое, где мать не сисюкается, где... Вот дети рано начинали работать, как говорится, на Руси. Поэтому их сразу приучали, что никакой тебе материнской там вот такого сисюканье и облизывания, а ты иди расти и работай, и давай, в общем... Ну, и вот эта аскетическая форма такого изображения, мне кажется, и привлекла русских. Тем более, что в списках, или вот в новых проявлениях, которые у этой иконы появились, она тоже немножечко обрусела, я вам так скажу. Она тоже приобрела немножечко, как я вам рассказывал у Андрея Рублева, вот эти черты русской женщины. Русской женщины. Мне кажется, поэтому она и стала такая достаточно любимая, всеми нами почитаемая, икона Казанской Божьей Матери. Но я еще раз вам объясняю, что икона – это не сама Божья Матерь. И Христос на иконе, не сам Господь Христос, мы с вами относимся к этим иконам как к неким, ну скажем, фотографиям. Хотя они и сами несут, конечно, намоленную благодать. Почему некоторые говорят, вот, хорошо ходить к этой иконе, потому что она Папы Римского, она и намоленная. Но ведь есть версия, что ту икону Папы Римского вообще отвезли и передали в Казань. Что она теперь в Казани, вот там, настоящая икона Папы Римского. Еще и такая версия есть. Но еще раз повторяю, это, я думаю, может быть в Патриархии где-то есть конкретный вот такой график или чертеж того, где какая икона и кто куда ее отослал. Вот, и где она находится. Но нам-то особенно не объясняют. Поэтому, относясь к иконам как к некой картинке, мы, конечно, осознаем, что в ней есть благодатная сила, которая дается для привлечения, для отношения, для сакрального ощущения, что ты стоишь перед святынею. Для этого дается эта благодать. Но на самом деле вы должны понимать, что когда вы молитесь у иконы, вы молитесь не иконе. Вы обращаетесь к Божьей Матери, к Господу Иисусу Христу, Богу Слово, которые изображены, и ко всем святым, которые изображены на этих иконах, а не конкретно к иконе. Поэтому иногда путают вот эти отношения. И я не могу сказать, что действительно это идолопоклонничество наступает или еще что-то, когда к иконе так относятся. Это нет. Это так, по неграмотности. Потому что, еще раз повторяю, некая благодать и вот такая сила, которая дает отношение к ней необычное, она существует и находится вот это изображение как бы под охраной Господа. Поэтому мы и чувствуем некий трепер перед этой иконой. Но обращение-то свое во время отношения, молитвы перед этой иконой, все-таки надо направлять к Божьей Матери. Или к Господу Иисусу Христу. Когда вы это правильно делаете, тогда есть и правильный отклик. И самое главное, есть правильные у вас отношения и с Господом, и с Его Матушкой, Пресвятой Богородицей нашей. Поэтому, Пресвятая Богородица, моли Бога о нас. Дай нам радости, веселья и в этой жизни ну, жизнь какую нам полагается. Хотел что-то попросить, а вроде нечего и просить. Все как бы и так неплохо. И черные и белые полосы есть, а это так и должно быть. Все, здоровья вам всем, радости, с праздником, дорогие мои. Как и с будущими праздниками всех других икон Божьей Матери, Господу нашего Иисуса Христа, всех святых. Почитая их, будьте верны тем, кто на них изображен. Все, здоровья всем, радости. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok